Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешиво! Номер 992. События дня. Экклесиас 12.13.14. Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. За 3 сентября 2018 года. И как бы объявление. Я пишу письмо Лидии в Москву. О камере вы сами по своей доброте начали хлопотать и упустили благоприятное для поездки к нам время. Можете камеру оставить у отца Кирилла, там есть или совета. У нее пусть побудет. Мы ждем вас и без камеры. Видеокамеру тут сломали. Не медлите. 16 сентября у нас в Потеряевке престольный праздник в честь священномученика Климента Анкирского 312. Что же я тут написал Климента Анкирского-то? Это лагерный. В честь священномученика, тоже священномученика Анфима Никомедийского, 302 год. Вы просто пожелайте тут быть, помолитесь и все будет, все Бог управит. Ждем вас с сыном вашим. Данные наши все есть у вас с Богом. И Лидия ответила. Придется снова огорчить вас, дорогой Игнатий Тихонович. Поздравляю с приближающимся престолом. Но именно 16-го день рождения моего отца, 95 лет. Это главная причина моего визита в этом году. Приехали из США. Вторая причина. У сына появилась возможность навестить Родину. И я послужила ему гидом. Увы, увы, опять не хватило времени, чтобы навестить вас. И после дней, посвященных памяти нашего отца Александра Мень, надо возвращаться. Очень, очень хотелось увидеть вас и о многом поговорить. Последние годы в каждый свой приезд. Бегаю по юристам с вопросом о возвращении гражданства. Как и на этот раз. И даже пять тысяч приход, пятитысячный, интеллектуалов отца Бориса Александра, включая Михаила Александра Меня, не решают мой вопрос. Это следующая причина моего непосещения вас в этом году. Надеюсь, не огорчу вас. Вижу в этом волю Божию. Марина. Мир вам, дорогой Игнатий Тихонович. Наверное, пришло время вам написать. Я и раньше думала, но все вокруг меня было так непонятно. Да и останавливала мысль о том, что письмо это будет не личное, а для всей общественности, но на все воле Божье. Мы с Полиной, как вы и прогнозировали, вернулись совершенно другими. Резкое понимание того, что здесь мы среди чужих, чуть было не сбило с ног. Но Господь своей любовью и заботой не допустил этого. В сердце, по милости Божией, есть крепость в вере, и это помогает не сбиваться с пути и следовать за Богом, и доверять Ему, и смиренно предаваться воле Его. Благодарю всех за молитвенную помощь. Вы всегда в наших молитвах, и мысленно я всегда с вами, дорогой Игнатий Тихонович. Работу я нашла на пекарне, ночные смены, на которых три человека – пекарь, формировщик, тесто и упаковщик. Что мне тут нравится – это физический труд, минимум общения, выпечка не противоречит писанию, и в дневное время я могу занять себя другой работой, например, рисовать портреты за деньги. Это сейчас пользуется спросом. Но не знаю, можно ли, не противоречит ли этот вид заработка писанию. Полина сегодня пошла в школу. С Божьей помощью к школе все купили. Но я за ней очень волнуюсь. Как я вижу, она сейчас на распутии. Ее клонят то вправо, то влево. Я часто на нее повышаю голос, чтобы она встрепенулась и опомнилась. Иногда мои доводы помогают. У нее, кроме меня, нет никаких верующих знакомых. Она немножко грустит, когда видит, что потенциальная подружка, которая ходит в церковь, оказывается верующая в душе. Так Полина говорит с иронией. Недавно ходили на первое занятие в воскресную школу. Думали там найти единомышленников. Но Полина сказала, что больше не пойдет. Во-первых, все только вышли из храма, быстро поснимали платки. И, во-вторых, ужасная дисциплина. Друг друга папками с нотами по голове бьют. Ну и самое главное, на всем собрании говорили о чем угодно. Но только не о Боге. Мы созваниваемся с Анастасией Ривко и по вечерам вместе с ее семьей читаем писание. Немножко разговариваем о просчитанном. Нам с Поли нравятся такие тихие вечерние беседы. Я с удовольствием смотрю ваши ролики и наблюдаю, что там у вас поменялось. Когда вычистят Рыжкин коврик. Да я вычистил его. Как растут помидоры. Наконец-то засыпана мусорная куча. И вообще, меня пока не покидает ощущение, что Володя хозяйничает на моей кухне. Прошу вас, расскажите о нас с Полиной, бабушке Серафиме. Скажите, что мы остаемся с Господом по его великой милости. Не забываем молиться о ней. Бабушка Серафима просила ей написать. Но от вас информация дойдет быстрее. Передайте от нас поклон всем жителям Потеряевки. Да благословит Господь их всеми и защитит от всякого зла. Храни вас Господь Христос. Я пишу, портреты рисовать не грех. Бабе Серафиме передам поклон и расскажу о всем, что вы тут написали. Помидоры не засохли, их там перепеленали, как мумию. Собирали яблоки в лагерном огородчике возле пруда и развезли по деревне. Вас помним. Вчера собирал черноплодную рябину. Поле довезли достать ласточки на гнездо. Довезли перышки голубина и иные. В предбаннике вывели ласточки. И ласточата вот-вот уже вылетят. Пошли более холодные дни, и дождь моросит постоянно. Музей пока стоит, никто не нападал. По милости Божией. Помните и молитесь о сохранении всего лагерного музейного. «Храни вас Господь». Ну вот, день прошел. Вчерашний день, первый день. Виталий пас, до обеда с ним Володя пас. Приучается и говорит. Ну, вечером припоздал маленько, пришлось тоже беседу эту провести. Люди пришли, дождь идет, скотины нету, стоят. Ну, Виталий, а говоришь, как всегда начал-то, ну, послушайте потом, ролик будет. Вчера мордушки все снял, рыба не идет, ушла в глубину, холодно. Володя отмыл горящей водой мордушку сетевой, рыба, краболовка называет, или там, раково ловит, не знаю. Я потом черноплодку собирал, два больших ведра набрал по 15 литров. Одну матушка, как будто бы берет. Ну, и вот так. День прошел хорошо, благословенно. Поздно легли спать. Ну, а встаем, как всегда, в 4.40. Я пораньше встаю, свои дела тут надо. Ну, и посмотреть наши ресурсы. Вот. Сейчас я здесь покажу. Это в Фейсбуке, ожидаю, какие ответы. Там они... Это конкурс на лучший сайт. Вот ленточный наш, ленточный называется, православный форум. Ну, это наш видеоканал. 10 роликов сегодня выставил. Питомник-аквариум возле музея комплекса для бедных. Рыбы, может быть, побольше всех пришло. Ну, и... Это у нас что получается? Мой мир. Это я отсюда переписал почту. Сейчас буду поздравлять. То есть... Сюда можно писать, очень удобно. Ну, тут у нас два. Один, вот я в шапке просто стою, сюда писать. Надо где с голубем, туда не писать. Там просто контрольные ведут, и все. Вот так. Ну, и во свете Библии, православный библейский сайт. Православный. Вот этот вот знак поставили. Участник конкурса христианских сайтов. Видишь, как хороший такой. Это что-то тут... Это тут занятие я смотрел, вел. Сергей Егорович Игнатов. Ой, и как я ему сочувствую. Вот это вот в семье-то у него такое. Сын-то больной. И священник там нападает на него, выгоняет. Благоставил Господи, сохрани. Это у нас практически на этом все.